Вот это и есть центр формирования двух мультиплексов на площадке радиотелепередающего центра. Маленькая тарелка принимает цифровой федеральный сигнал. В него вставляют региональные врезки и с помощью большой антенны посылают прямо на спутник. И уже оттуда информация попадает во все 88 пунктов приема цифрового сигнала Хакасии. Насколько четко будет картинка в телевизоре после 3 июня, зависит от правильной настройки оборудования. Вариантов несколько. Цифровая приставка, DVB-T2 телевизор, кабельные телеканалы или индивидуальная спутниковая тарелка. Для того, чтобы правильно настроить приставку или телевизор, можно обратиться в консультационный центр или к волонтерам. Для подключения нужно иметь или цифровую приставку специальную, или цифровой телевизор. Волонтеры приходят совершенно бесплатно домой, подключают два пакета, совершенно бесплатно, естественно. Кстати, отключатся лишь аналоговые федеральные каналы, которые входят в первые два мультиплекса. А в целом по Хакасии местные каналы и по сути сам аналог останутся. Например, поймать телеканал РТС можно будет в прежних диапазонах и в кабелях. Спрашивайте у всех кабельных операторов, там Ростелеком, СКАД, телецентр. Ну, вообще у всех. Это все-таки федеральный закон. Они обязаны транслировать телеканал РТС, и он там есть. Для зрителей ничего не поменяется. И кроме этого, не забывайте, что телеканал РТС можно смотреть еще и в онлайн вещание. В довольно-таки хорошем качестве. Просто зайдите на tvrts.ru Развеялись специалисты и надежду некоторых жителей на то, что сроки прихода на цифру могут сдвинуться на осень. Хакасия в этот список не попадает. Это рассчитано только на те районы, регионы России, где активный поток летнего туризма. И что, так сказать, есть там крупные отели, они подготовились к приему. А, так сказать, мелкий бизнес, где значительная масса, так сказать, отдыхающих размещается, они могут, так сказать, быть неподготовлены. Хакасия, так сказать, однозначно переходит 3 июня на цифровое вещание.